Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Детская диспансеризация – тема нашей сегодняшней программы. А в студии Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству, и Ирина Борисовна Петрова, заведующая отделением по оказанию медицинской помощи организованным коллективом. Здравствуйте, Ирина Борисовна! Здравствуйте, Нина Павловна! Рады вновь видеть вас в нашей студии. Ирина Борисовна, как проходит детская диспансеризация? Она сейчас в самом разгаре, зная, что во многих учебных учреждениях все дети и родители взбудоражены этой темой, все хотят пройти медицинский осмотр, при том, что ведь специалисты выезжают. В школы? Ну, выезжают они в отдаленные учебные заведения, основная масса проходит в условиях детской поликлиники, на базе детской поликлиники, и в детские сады выезжают специалисты. Что вот предполагает под собой детская диспансеризация? Каких специалистов проходят дети и с какого возраста? Проводятся профилактические осмотры с одного месяца и до 17 лет. В организованных коллективах это, соответственно, дети с 3 лет и школьники с 6-7 лет и до 17 лет. Профилактический осмотр проводится раз в год по достижению ребенка определенного возраста, установленного порядком. И установленным порядком приказа 514 Минздрава от 2017 года определяется спектр обследования, то есть осмотр определенных специалистов и какие-то исследования проводятся. Какие это специалисты, какие исследования основные? Значит, предполагается, что по возрасту расширенный спектр осмотра – это 3 года, это 6-7 лет, 10 лет, 15, 16, 17, ну немножко 14. Значит, основные специалисты – это невролог, это ларинголог, офтальмолог, хирург, ортопед, психиатры с определенного возраста, эндокринолог с 5 лет, стоматолог, уролог, андролог и гинеколог, опять же, с определенного возраста. Плюс лабораторные исследования, анализ крови, анализ мочи, ЭКГ определенные возраста и ультразвуковые исследования. Ультразвуковые исследования брюшной полости – это в 6 лет и в 15 лет. Хочется отметить, что перфилактические осмотры проводятся прикрепленному населению. Значит, что значит прикрепленное население? Все лечебные учреждения имеют прикрепленное население. То есть гражданин или ребенок, его законный представитель, имеет право выбрать лечебное учреждение для оказания первичной медико-санитарной помощи. Выбор этого учреждения определенным проживанием человека. То есть там, где человек территориально проживает, там он и выбирает лечебное учреждение. Надо сказать, что в этом году в этот раз было очень много вопросов со стороны родителей. Они вдруг выяснили, вроде с рождения ребенок наблюдается в Одинцовской детской поликлинике, они постоянно посещают специалиста, но они почему-то оказались неприкрепленными. Как так произошло, Днина Павловна? В этом году вместе с Ириной Борисовной была проведена очень большая работа. Каждое учебное заведение, будь то это школа или детский сад, каждый ребенок был конкретно проверен по базе данных, данных территориального фонда о прикреплении ребенка. И у многих детей, многие дети были прикреплены к тому или иному учреждению только по территории. Заявление о прикреплении они не писали. Вся эта работа была проведена летом, когда дети не посещали еще школы, лицеи. И родителям на собраниях медики довели эту информацию до каждого родителя, раздали какие-либо памятки, либо же это было сказано учителям о том, чтобы дети обязательно должны вместе с законными представителями обратиться в поликлинику. У нас есть специальное окно в детской поликлинике, где написано прикрепление к учреждению. Мама, либо же папа должны были прийти с документами, написать заявление о прикреплении к нашему учреждению. И тогда мы проводим профосмотры несовершеннолетним уже по тому графику, который был составлен и отправлен в управление образования. Те дети, которые к нам не прикреплены, но они посещают наши школы, которые обслуживают Одинцовское ЦРБ, мы просили либо же нам принести результаты профосмотров, которые проведены в их учреждениях, к которым они прикреплены, московские, либо это клиники, либо другие учреждения Одинцовского района, либо же принести 0,57 направления. И на основании этих направлений мы проведем такой же медосмотр, как и детям, которые относятся к нашим учреждениям. Родители, ну, первый год это всегда очень сложно, поэтому эта система будет работать, эта система будет усовершенствоваться, но профилактические осмотры мы будем проводить только по такой схеме. Либо же прикрепиться, либо же получить направление 0,57, либо же принести результаты профосмотра согласно 514 приказу Н Минздрава Московской области, а кто, когда, в какие декретированные сроки должны быть осмотрены этими специалистами. Другого у нас уже не будет. Все-таки какие необходимы документы, чтобы прикрепиться к лечебному учреждению? Мы сегодня говорим об Одинцовской детской поликлинике. Необходимо заполнить заявление, где указываются страховые полюса ребенка, значит свидетельство о рождении до 14 лет, с 14 лет это уже паспорт ребенка, предоставляются подлинники, документы удостоверяющие личность законного представителя, копия страхового полюса, опять же копия свидетельства о рождении, копия паспорта ребенка и обращаются в детскую поликлинику и проходят прикрепление. Но это все достаточно быстро и просто, да? Достаточно быстро, просто необходимо заполнить заявление и предоставить документы. Значит, в течение двух дней в электронном виде рассматривается, прикрепляется ребенок или не прикрепляется, имеется случай отказа, поэтому родители не удивляетесь, если вы в школах написали заявление о прикреплении, и вдруг через некоторое время ваш ребенок оказывается все-таки не прикрепленным. Либо это дефект заполнения заявления. К сожалению, родители вместо номера страхового полюса вписывают номер бланка, естественно, это заявление не проходит прикрепление в электронном виде. Либо этот ребенок не открепился, не прошел открепление в другом лечебном учреждении. В таком случае тоже получают отказ в прикреплении. Необходимо открепиться в предыдущем лечебном учреждении. Это, как правило, Москва или другие города России. Там открепиться, а здесь прикрепиться. И тогда будет полное прикрепление. То есть это нововведение направлено на то, чтобы все-таки пациенты поток как-то привести в какой-то порядок. Конечно. А то дети прикреплены в Москве, но хотят обслуживаться в Одинцово. Причем нагрузка, опять же, двойная на наших врачей, которые не могут в этот момент принять своих пациентов и отказать таким пациентам они тоже не могут. Да, и с этого года мы очень строго следим за тем, что мы делаем туберкулинодиагностику, опять же, только тем деткам, которые прикреплены к нашему учреждению. Реакции МАНТУ, БЦЖ, диаскин-тест, флюорографические обследования только тем детям, которые принесут нам направление по форме 057 о том, что мы должны сделать данное исследование. Либо же провести туберкулинодиагностику, да? Либо же они нам должны принести сведения от своих учреждений. Мы делаем только тем детям, которые прикреплены именно к Одинцовской ЦРБ. Ирина Борисовна, а сколько на сегодняшний день уже охвачено вами учебных заведений? Сколько детей уже удалось посмотреть? Заведения охвачены практически все, только они как бы повторяются в связи с тем, что возрастаты разные, классы разные проходят. На местах смотрят сейчас маленьких детей, четвероклассников, а в поликлинике приходят девятиклассники, десятиклассники, одиннадцатиклассники. Детские сады у нас проходят весной, они уже все закончили у нас диспансеризацию. Около двадцати тысяч уже прошло у нас профилактические осмотры в этом году. Как бы дело нужное, поэтому, уважаемые родители, не отмахивайтесь от медиков с предложением прикрепиться или принести направление 057-го. Профилактические осмотры выявляют очень много патологии, ранние отклонения, какие-то состояния здоровья ребенка. На основании профилактического осмотра выставляется группа здоровья ребенка. Первая – это ребенок абсолютно здоров. Вторая группа – это какие-то функциональные отклонения. Третья – это уже имеется хроническое заболевание, но в стадии компенсации, то есть еще есть возможность получить стойкую ремиссию или какие-то стойкие положительные результаты. Четвертая группа – это уже хроническая патология с серьезными отклонениями. И пятая – это уже дети-инвалиды, когда наступает декомпенсация. И невозможно что-то как-то поправить. Только реабилитация, длительное лечение и так далее и тому подобное. Поэтому обратите внимание на проведение профилактических осмотров. Поинтересуйтесь результатами. Очень много патологий выявляется в 15-летних детей. Сейчас проводим ультразвуковые исследования. Брюшной полости расширены. И почек очень много и функциональных отклонений. То есть здесь нужна диета, наблюдение, контроль. И в том числе выявляются случайные находки хронической патологии. Поэтому поинтересуйтесь у медиков. Сходили ваши дети на ультразвуковое обследование и какие результаты. И в том числе у девочек исследовали малый таз. И есть отклонения у девочек. Поэтому повнимательнее к этому надо относиться. И по прохождению профилактического осмотра определяется группа физкультурная. То есть основная это группа физкультурная. Дети занимаются по полной программе. И могут заниматься спортом. Никаких ограничений нет. Это первая и вторая группы здоровья. Третья группа это уже подготовительная физкультурная группа. И четвертая и пятая это специальная физкультурная группа. Но дети даже имея третью группу и четвертую и пятую, в зависимости от патологии, имеют возможность заниматься спортом. Но тут они уже наблюдаются в специализированных диспансерах спортивных, под наблюдением спортивных докторов. Тут уже, так сказать, нужен строгий контроль и более тщательное исследование, наблюдение подробное. И два раза в год. Если говорить о здоровье наших детей, насколько хорошее? Ну вот если в общей массе. К сожалению, в общей массе уменьшается у нас количество детей. С возрастом уменьшается. Здоровых? Здоровых. Первая группа. Более увеличивается количество второй группы детей. С второй группой здоровья. И, к сожалению, увеличивается и количество третьей группы. Ну, я так понимаю, что тут во многом обусловлено это питанием, образом жизни. Питание, образ жизни и так далее. Дети, те, которые задействованы, те, которые успешны в учебе, которые посещают кружки, дополнительные какие-то занятия, спортивные секции. Они, это школы, как правило, гимназии, лицеи. Там дети более здоровые. Те дети, которые слабо учатся, предоставлены сами себе. Родители не занимаются их ни здоровьем, ни дополнительными какими-то образовательными моментами. Дети не получают. Соответственно, они предоставлены сами себе. Питаются они кое-как. Нерегулярно продукты питания тоже часто употребляют запрещенные продукты питания для детского возраста. Это чипсы, это газированные напитки и так далее и тому подобное. Отсюда у нас растет количество людей с избытком веса, с ожирением, с различными отклонениями желудочно-кишечного тракта. Проведем исследование, можно посчитать в процентном соотношении и подтвердиться наши высказывания по поводу состояния здоровья этих детей. Сейчас вообще активное внимание к диспансеризации взрослого населения. Но и я думаю, что детская диспансеризация тоже не должна оставаться без внимания. Как раз таки со стороны родителей. Естественно. Все наши проблемы с детства. Все закладывается в детстве. И тот же самый здоровый образ жизни, он зависит зачастую от родителей, от окружения, в котором растет ребенок. Недостаточно в школе говорить о здоровом образе жизни, когда дома ребенок имеет перед собой пример. Родители, вот родители, они должны в первую очередь заниматься своим здоровьем и здоровьем своих детей. То есть, наверное, сейчас первоочередная задача для всех родителей – это проверить, прикреплены ли они к Денцовской детской поликлинике. Если нет, сделать это в самое ближайшее время. Ну и, конечно же, на призыв медицинских работников в школах и детских садах не отказываться от такой возможности. Конечно. А способствовать тому, чтобы ребенок прошел профилактический медицинский осмотр. Более того, что уже сказали о том, что специалисты выезжают и в детские сады, и в школы, и в гимназии. То есть, ну, сделано уже все, мне кажется, врачами для того, чтобы пациентам, маленьким пациентам было удобно. И их родителям. И их родителям. Все делается во благо. И мне хотелось бы добавить, что к нам вышли с предложением управления образования нашего Денцовского района о том, чтобы провести курс лекций для детей, которые хотят быть здоровыми. И с 19 по 24 ноября будет проведена акция во всех образовательных учреждениях Одинцовского района, где медики организованного детства, коллектива организованного детства будут читать лекции «Здоровье – наше богатство». То есть, медики мало того, что не выезжают, проводят эти исследования, так они занимаются еще просветительской какой-то работой. То есть, мы готовы помочь, но помогаем тем, кто нас слышит. Если родители отмахиваются от настойчивых просьб бедработников, здесь мы никак, конечно, помочь не можем. А сделать это надо обязательно. Либо же в том учреждении, к медицинскому учреждению, к которому прикреплена та школа, либо же детский сад, либо в своем учреждении, где наблюдается ребенок. Ирина Порисовна, на какой возраст рассчитана эта программа и сколько лекций будет она включать? Лекции будут проводиться по количеству, мы так сказать, не считали, но они будут проводиться по всем учреждениям, образовательно, по школам, по лицеям, по гимназиям. И по разным возрастам разные темы. Там прозвучат темы и о вреде курения, и о вреде наркотиков, и о здоровом образе жизни. И будут проводиться тестирования, помоги себе сам. В общем, темы довольно-таки интересные. Так что приглашаем на лекции. Ну, я думаю, что когда есть запрос из общеобразовательных учреждений, врачи только рады. Конечно, конечно, конечно. Лишний раз отдать ту информацию, которую они владеют своим пациентам. Поделиться своей информацией, подсказать, конечно. Будут проводиться занятия, показания первой медицинской помощи. Все очень интересно. Спасибо вам огромное. Обязательно побываем на ваших лекциях. Спасибо за информацию. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова